тема откуда появился мир сотворение мира эта тема волнует абсолютно всех нет ни народа не мыслитель они все-все спокон веков ну и что мы там находим давайте обратимся к источникам которые они сами утверждают и это все как-то пытается описать говорить вот как мир из чего пришел из кого-то хаоса потом были силы какого-то тьмы а потом силы света и есть всякие разные эпосы таких и называют дело в том что они сами называют это эпосы речь идет о разных богах которые боролись и сталкивались и рождали других богов и тогда появляется идея надо там у китайцев есть и я начало мужское женское снова сталкиваются взаимоотношения которые ним есть очень хорошо кто-то осмелился написать ясный четкий порядок как мир был сотворен обратитесь ко всем источникам кто-то осмелился написать что это бог сотворил то есть мы знаем что это бог сотворил от имени бога это написано что он это сотворил люди не пишут если пишут то как они или себе присвоят вот так мне кажется или говорят что это приходит из древних источников каких мы не знаем из далекой древности пришло нам это знание откуда ну из далекой древности 2 принципе она единственный источник который себя заминировал люди которые более осторожные они вот так не поступают люди вообще так не поступает бог мог так поступать но люди не поступают любите когда когда пишут они себя как-то обезопасит они не будут писать там то что будет их компрометировать они пишут сотворение мира потом кто-то придет скажет а кто он сказал что это за семь дней произошло за шесть дней там на седьмой день там он там там он он отдыхал а может это за 8 дней а может а за три дня а может а вообще было а кто вам сказал а тут такая ведь и вот знаете куцпая иудит от наглость такая взяли написали прямо и вот это имени бога и вот никто в истории человечества не осмелился подобное писать потому что это коротко компенсирует их сами и к тому в голову не пришло бы писать в торе о том что соблюдаете 6 лет цикл семилетний и вас два года там не будет что есть но не волнуйтесь а мы вам пошлем два раза в три раза больше в шестой год но кто бы это написал ведь это тут же можно проверить кто бы писал бы все пророчества которые на нас на содержаться в торе кто раз одержит множество пророчеств обратите там там один за другим что будет происходить и вы придете они еще не зашли в эту землю уже второе написано в самой машей рабей но говорит им да вы будете получите вы войдете в эту землю но я знаю в этом согрешите и вас выгонят оттуда и описывает страшные муки которые там и предупреждают и и может быть все по-другому ведь все все точно эти два проклятия которые описываются там с большими 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 подробностями не сбывается при разрушении первого храма второго храма и прообраз этого у нас мы видим прямо вот наши дни с этой катастрофой которая нас постигает прямо как все написано и написано в теме вы которые приклеены конечными итоги к творцу вы не исчезнете из этого мира и исчезнете действительно вопреки всем прогнозам самое большое чудо которое из в этом мире это существование еврейского народа по всем всем по не по всему пониманию этих исторических процессов давайте посмотрим параллельно на все те народы которые они существовали в момент расцвета еврейского царствования свет еврейского на царя соломона до 2000 там 400 лет назад 500 лет назад где они все эти народы хита мифы остались какие-то они мы читаем только в книгах по истории музей посмотрите остались какие-то остатки что-то стали дети народных на даже приблизительно ничего не ну и как пишут еврейский народ продолжает жить и видит к живой здоровый такой живучий как описывают ее самые разные мыслители наших времен то есть что мы видим и видим что тара она полна полна всего что вызывает большое большое удивление любого человека который может присмотреться к ним видишь что это источник который явно не человеческих рук он мог быть написан не с точки зрения пророчеств которые там есть как мы говорили пророчества это основное что мы должны присмотреться это основное что на эти пророчества вообще но нигде такого нету приблизительно нету пророчеств которые пророчеств летами на тысячи лет назад и они вот все описывают они все сбываются перед нашими глазами все уже привыкли что мы тут живем верно скажите всего лишь сто лет назад кому-то в голову приходило что на территории палестины заброшенным месте где вообще болото расцветет еврейское государство кто-то в этом мог даже подумать об этом приблизительно нас написано вы вернетесь в эту землю и написано что тут будет государство не написано что у нас что это будет государство не идущие по пути торы все написано откройте все на пи написано это все по камере две тысячи лет назад согласно всех мнений так что это не то что то сказать все произошло и тут кто-то знаете тихо спокойно это все записал знаете чтобы подтвердить постфакту все вовсе нет записано мы просто потеряли это чувство по-видимому что удивление того что приехали сюда вообще существует у нас наше это возвращение то самый и возвращение на которое мы молимся во всех молитвах чтобы наконец-то вернулись аляцион вирусалим в место это которое вокруг храма вот видите видите все это осуществилось вопреки всем прогнозам вопреки всего понимания совершенно непонятно как это происходит видите произошло нигде мы не находим описание всего исторического процесса которые происходят тысячелетиями в все истории человек не нахуй где мы находим вторе описывать только присмотреться присмотреться надо к тому как описывается вот это духовное развитие всего человечества мы пойдем поймем как развивается и основные веки развития человечества в целом есть такое понятие старая софия история софи это попытка понять куда закономерность в развитии человечества почему именно такие народы вдруг тут они поднимаются потом опускаются расцветает угасают появляться истории все захватывает потом одних только в музеях слышим который описывается подробно образом казалось бы то что зачем нам все это знать история с ишмаэлем самый подробный образом история с и самым сам подробным образом почему эти действующие лица они вообще нас должны интересовать он должен сконцентрироваться на наших потомках на из нас есть а программ из нас из хак у нас есть яков не надо почему-то подробно про ишмаэля и плюс еще всякие его всех его потомков и перечислить все его имена эйса раша подробнейшим образом то же самое все его потомки кто вышел из него все имена почему потому что тура описывает духовное развитие мира и это описано тысячелетия тысячелетия назад до того как появляется те самые духовные проявления и саба ишмаэля мы знаем что корень духовные соли все весь мир христианский наследие в этой дом который исходит этой саба не мир который ислама который разделилась весь мир целый мир целому разделился он мил христианский мир ислама который все это исходит из и торы из иудаизма он точно намекнут в мир ислама намекнут в м все что написано по поводу ишмаэля никто прослеживает то что там написывает это что описывает наша устная тура про и самый про ишмаэля это та история человечества которые мы видим единственно что в те древние времена представьте себе человек мы сидим обсуждаем эту тему а ведь идет из напрямую тысячу лет назад две тысячи лет назад ислама даже приблизительно не не было даже намека на а там вот все про ишмаэля пришло время то что было приготовлено вышло из потенциала в свою явную форму и релизы а корень ишмаэля реализовался в в исламе то же самое духовный корень и сава реализовался в появлении христианство по-видимому сколько мы с вами бы не писали бы произведений эпосов и не знаю не знаю чего попытка как я знаю смыслить мир нету мы не видим не встречаем нигде подобного ни в каких источников которые вокруг нас по моему если я не ошибаюсь а буду не хотел принимать буду не хотел принимать женщин буддизм он сказал что если примем то он просуществует всего 500 лет лжепророк у нас бы его бы побили бы если что умер уже мне не побили бы тяжело было проверить но явно уже пророчество будем существует за до сегодняшнего дня я уже не буду говорить про других чтобы никого тут не обижать потому что большие проблемы прямом эфире обращение к торе на раскрывает нам творца самого там подписывает это что мудрость творца что значит мудрость творца человек не может такой написать надеюсь все это знаете все эти источники которые которые они все вторые за сказано много что что он не надо говорить зачем вы так говори зачем себя это компрометирует зачем писано написано все эти вот эти признаки кошерности все эти знания ну уже описали и вдруг конкретно выделяют четыре животных у которых только один признак кошерности они два как должно быть то есть ура уверена что в мире есть четыре только четыре нет других чем это делать сейчас все пройдут проверят тут же зоологи тут же все рунус это проверять начну проверять пожалуйста проверяйте на сегодняшний рыбы тоже сам есть признаки кошерности рыбы есть это каскетит это должно быть у нее и хвост и даст на перимете каких плавники и должна быть чешуя да это кошерные признаки кошерные животные которые есть мы видим что в мире это все тут же кто-то найдет а вот есть исключение какой-то из правил где-то находит потом выясняется что на самом деле это не так и кто хочет разобраться в запросе должен исследовать до конца но мы видим что рыб уже сколько но уже когда это было сказано и до нашего времени мужского всех рыб уже можно было уже более не менее выловить более не менее и мы видим что это правило соблюдается смога что написано в торе которая бы просто не вкусный торе книги зор который тоже книга зор она 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 в явной форме говорит о том что земля округлая и что когда тут день то там ночь и там люди сходят по другую сторону точно так ходят по эту сторону еще до колумба до открытия америки до всего прочего это то кто-то вообще знали что даже думал что земля плоская все это написано то знали точный лунный цикл обращение который вычислен сейчас современными способами и выясняется что подсчет который у нас есть он до 4 или 5 знака совпадает точно точно с вычислениями которые проделали ученые нас